Продолжение следует... В Телеграммах там что-то пишут, что вроде уже началось, по-тихому начали наступать. Даже по-тихому начали наступать? А какие вы читаете Телеграмм-каналы? Мне просто интересно. Ну какие? Пророссийские наши. Я понимаю, что пророссийские ваши. Мне просто интересно вот для себя. Я, например, привык получать объективную информацию. То есть я изучаю две стороны. Ну я вот смотрю, на Шария подписан. Шария смотрю. И пару наших Телеграмм-каналов. А Шариф вроде переобулся, да? Да хер его знает. Вроде объективно рассказывал. Не, ну он объективно переобулся. Он начал опять же за Украину топить там. Или нет? Да он за Россию-то никогда не топил вроде. Он всегда за Украину был. Вроде бы как всегда за Украину был. Не было такого там, чтобы он за Россию запил. То, что он приезжал в Москву там погулял, вот это думаешь, это он топит за Россию, по твоему мнению. У меня к таким людям нету, ну... Ну вот, смотрю его и еще пару наших каналов. Много нет у меня каналов. Ясно. Понятно. Так как у ваших Телеграмм-каналов рассказывают, что все уже полным ходом. У нас тишина полная. Серьезно. Даже, наверное, меньше, чем у вас. Поздравляю всех с праздником. Нету ничего. Нету ничего. А что там у вас в церкви творится? Да. Но все-таки празднует всегда праздник. Нет, празднуют, конечно. Ну, я просто говорю, это лично мое отношение. Я далек от религии. А так, ну, конечно, празднуют. А почему нет? По телевизору у нас показывают, что у вас там церкви захватывают. Захватывают церкви? Да, да, у вас там кипиш какой-то церкви. А у нас показывают, как у вас митинги проводят против постройки мечети. Да, было такое. Ну, вот видите. Не буду строить все. Договорились все строить не буду. Ну. Видите как? На нашей святыне. На нашей святыне хотели построить. На вашей святыне? Ну, там православная, да, святыня какая-то. А у нас, представляете, поп оказался этим ФСБшником. ФСБшником. Ну, то как его держать в церкви? Ну, зачем? Проводят эти молебни на русском языке украинцам. Ну, это ж неправильно, правильно? Вы, короче, думаете, что украинцы должны говорить на украинском языке все? А на каком? И, не, ну, я просто говорю, на русском нельзя никому разговаривать. Почему нельзя? Почему нельзя? Ну, а за что тогда попалось ругать это? За то, что он ФСБшник. За то, что он ФСБшник. За то, что прятал, за то, что прятал у себя агентов Кребля. Агентов Кребля. Или георгиевскую ленточку он там прятал. Нет, он просто рассказывал, что Россия не нападала. Россия не нападала. Ну, знаете, вот как люди. Что это солдаты ничего плохого здесь не делают российские. Ну, да, пришли освобождать. Вот такое я рассказываю. Ну, как вы считаете, это правильно или нет? Это правильно или нет. Он правду говорит. Он правду говорит, да? Он правду говорит, да? Да. Угу. От чего освобождать? От домов? От имущества? От жизней? От нацистов, да? От нацистов, да? А где у нас нацисты? Сколько нацистов? Кстати, у вас же ведется, наверное, учет, сколько убили нацистов? Ой, разные цифры говорят. Я не знаю, там около 200 тысяч, по-моему. Вот это столько нацистов было? Это столько нацистов было. Ну, да. А как их можно обозначить, что это нацисты? Вот мне интересно. По татуировкам, да. По татуировке. То есть, все были татуированные, да? Не татуированные, да. Ну, нет, не все. Не все. Не все. То есть, я правильно понимаю, если вы сейчас возьмете топор, и вы будете ломиться в соседнюю квартиру, а вас сосед с ножом попытается остановить, он будет нацист? Нет. А кто это будет? Это сосед с ножом. Кто это будет? Не, ну, вот смотрите, вы с топором ломитесь, выбиваете топором дверь, а он берет с ружьем, ну, и пытается защитить свою квартиру. Это же он нацист будет, да? Это же он нацист будет, да? Или как? Давай такой же тебе аналогию сейчас приведу, такой же пример. Если твой сосед бегает с топором, блядь, около твоего двора, блядь, и 7 лет, блядь, говорит, что он тебе сейчас зайдет и убивает твоего товарища, да, там, нападает на... Какого, какого товарища? Какого товарища? Где, где, не, подождите, где он это все, ну, делает? Где он? По соседству, где? Он это делает в своем дворе, правильно? В своем дворе, правильно? Ну, какая разница? Нет, разница есть, большая. Просто в таких случаях вы вызываете милицию, правильно? Или полицию там. Ну, а мы решили сами, да? А, вы решили сами, да? Можете мне показать хотя бы одно обращение Российской Федерации в ООН с жалобой на Украину, что она там что-то делает там со своими гражданами? Я спрашиваю, можете мне показать хотя бы одну жалобу на Украину? Не можете, я понял, ясно. Вы решили сами. Вы решили сами. А на каком праве? А на каком праве? На праве сильного. На праве, вот, все, я понял, ясно. А что ты думаешь, как-то по-другому сейчас все в мире работает? Да. Вроде взрослому. Знаешь, когда одно быдло на праве сильного пытается качать права, потом собирается, ну, знаешь, компания, которая усмиряет вот это быдло. И оно, ну, возвращает быдло в его стойло. Поэтому вас сейчас возвращают в ваше стойло. Только не получается. Получается. Очень качественно получается. Очень качественно получается. Да, да, да. Получается. Это ваша точка зрения, что у вас там все получается. Я думаю, что у нас все получается. Ты можешь думать по-другому. Можешь объяснить? Кстати, мне интересно. Вот в планы вашей спецоперации входила мобилизация или нет? Ну, я думаю, что это был неизбежный факт. Неизбежный факт. А то, что крейсер Москва пошел на дно, это тоже был неизбежный факт. Правильно же? Это война. Это так война или спецоперация? Я не могу понять. Ты определись. Ты определись. Я не говорил, что это спецоперация. Я тебе говорю, что это война. Я вообще, знаешь, что думаешь? Что это гражданская война? Один народ для твоего. Не, не, это не один народ. Это не один народ. Ну, подожди. Ну, это я как думать. Не, ну, думать ты можешь все же... Ты только что мне сказал, что, ну, твоя мысль или идея была, что вы это делаете на праве сильного. Но это же не значит, что ты правильно думаешь. Младшего брата усмиряем, да. Младшего брата усмиряем. Я же тебе еще раз говорю. А младший брат позвал своих друзей и быдло возвращает в стойло. Потому что там его место. Ну, это там его место. Не, младший брат, кстати, был куплен для западной власти. Ой, не надо мне вот это рассказывать. Младший брат был куплен. Ты будешь сейчас придумывать все, что... Я так думаю. Подожди. Не, не, не. Не. И на убой. А ну, а ну, а ну, давай. Ты мне сказал, что вы нацистов убиваете. А сейчас уже у тебя версия, что нас купили. Так все-таки, по какой версии вы напали на Украину? Напали на Украину. Это все одна версия, ты понимаешь? Какая? А, то есть нацистами стали за деньги, да? Стали за деньги, да? Да. Ага, все. Теперь у меня все сходится. Сука, какая у тебя каша в голове? Как ты живешь? Вот мне интересно. Чем ты занимаешься с такой кашей в голове? С такой кашей в голове? Я водитель. Все. Этим все сказано. Этим все сказано. Я понял. Радио, наверное, слушаешь. А, радио. Телевизор смотришь. А, телеграм-каналы читаешь. Да, да. Телеграм-каналы, да. И езжу по югу России катаюсь. Правильно. Правильно. Вот, а ты чем занимаешься? Я тоже рабочий человек. Я тоже рабочий человек. Серьезненько. А я красочками торгую. Немецкими, польскими. Угу. Как бизнес идет, да? Знаешь, где там бизнес идет, санкции, не санкции, походы. Людям надо зарабатывать. Надо зарабатывать. Это идет в обход, да. Напрямую идет с Германии или с Польши? Да, с Германии, с Польши. А кудой, кудой идет? К нам сюда, и мы здесь торгуем этим делом. А кудой идет, я спрашиваю. Кудой идет, я спрашиваю. Куда идет? Кудой, кудой. Кудой, кудой. Что такое кудой? По какому маршруту с Польши к вам идет краска? Да, хуй его знает. Я водитель, блядь. Откуда я знаю, по какому маршруту? Ну, ты принимаешь товар откуда? Я со склада. Мне на складе ее грузят, блядь, немецкую эту краску, блядь, альпиную. Я ее везу, блядь. Понимаешь? Понятно. А парол, альпина, блядь. Ясно. Пена, Саудал, да. Все это вот оттуда идет с Европы. А свое почему не делать? Почему не делать? И свое есть. Есть, да? Почему-то берут импортно. Почему-то берут. И выбрят с советского времени. Может, по этой причине и москвичи свои не хотите брать? Которые китайские на самом деле. Китайские на самом деле. Да будут брать. Будут. Яндекс их уже там заказали, там 6 тысяч машин. Не, ну, главное, что все идет по плану спецоперации. Все идет по плану. Все нормально. У вас все получается. Вы побеждаете. Вы побеждаете. Да. Как там с Бахмутом? Уже взяли Бахмут? Уже взяли Бахмут? По-моему, там что-то на сегодняшний момент 80%. 80%. А как считают, мне вот интересно, вот эти проценты? По площади города, наверное, я не знаю. По площади, да. Это, наверное, специальный человек сидит, ему говорят, я нахожусь на углу улицы такой-то, такой-то. Запиши координаты. Тот записывает. Ага, и сидит, высчитывает, сколько же процентов, это полпроцента или... Я же тебе сказал, что я не знаю. Не знаю, да. Не, просто смотри, как-то так полгода назад вы говорили, что вы уже почти Бахмут захватили. Сейчас захватите Бахмут. Как всегда, знаешь. Как всегда, знаешь. Вот. А теперь получается 85%. Неделю назад вроде 70% было. А дальше, чем больше не будет получаться, полпроцента, скажешь, мы с тобой через неделю тут встретимся, ты говоришь, 85,75%. Ну, тяжело. Знаешь, почему тяжело так получается? Да потому что одинаковые мы. Одинаковые. Один стержень. Да, ребята одинаковые. Что вы, что мы все сильные, да. Сильные ребята. С вашей стороны, все с нашей. Одинаковые, поэтому так тяжело. Одурачены политиками, да. Вы одурачены политиками. Мы не одурачены. Нас не столкнули лбами. Нас не столкнули лбами. Я тебе еще раз говорю, у тебя каша в голове. Вы просто, знаешь, как говорят, не по сеньке шапка. Вы, кусок вам в горле застрял. Вы же думали, что хватанете так же самое налегке, как Крым и кусочек Донбасса. Понимаешь? А тут кусок поперек горла стал. Потому что откусили сильно много. Но все равно проглотим. Я тебе еще раз говорю, вы подавитесь Украиной. Вы подавитесь. Ты понимаешь, в чем прикол? Путин сейчас хочет уже назад выплюнуть. А он застрял. И этот кусок вас погубит. Погубит. Посмотришь. Время покажет. Посмотришь. Я с тобой полностью согласен. Время покажет. Потому что вот эти инвалиды, они же уже у вас моральные инвалиды, которые ходили в мясные атаки. Знаешь, что такое мясная атака? Нет? У нас пацаны говорят... Мясная атака. Это когда кидают одних вагнеровцев, наши косят их. По ним же ж по трупам идут следующие вагнеровцы. Наши этих косят. С расчетом на то, что у наших закончится боекомплект. Мясные атаки. Понимаешь? Людей не жалеют. А сзади стоят загранотряды. Что те вернуться не могут. И такое бывает, да? Вот. Это где-то ты прочитал. Это ты можешь посмотреть там, где ваша пятая бригада записывала видео, жаловая, что их пригнали 360 человек. Или 160 человек. Не, наверное, 160. А осталось там что-то их немного. Даже это обсуждал ваш Стрелков. Они видео обращение к Путину записывали. Поищи. Слушай, но много видео есть и с вашей стороны, где ваши жалуются, ребята. Я понимаю. Ты понимаешь, в чем прикол? У тебя разговор так идет, что ты... А знаешь, почему так получается? Потому что мы оба сильные. Я тебе привожу пример, а с вашей стороны тоже есть такие видео. Только разница, знаешь, в чем? Мы, наши пацаны, наши пацаны выполняют священный долг. Они защищают свою землю. А вы пришли сюда, как агрессоры. Как зараза. Как фашистская Германия в свое время напала на Советский Союз. Так это наша земля вообще, если так поговорить. Да ты шоу. Туда углубляться. Да, это наша земля вообще все. А куда углубляться? Вся Украина. Ну вот до 90-х годов. А почему до 90-х годов? Ну потому что, блядь, незаконно соединилась Украина. Все это. Какой она закон нарушила? А ну скажи, какой закон нарушила? Ну вот это вот, где-нибудь там, Беловеческая Пусть, где-нибудь там. Да, незаконно это все. Незаконно это все. Конечно, население... А почему ты считаешь, что незаконно? Я считаю, что незаконно. Ну потому что референдум... Не-не-не, смотри. Открываешь Конституцию... Тише, 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 тише. Открываешь Конституцию СССР. Читаешь 72-ю статью Конституции. И там написано. Любой участник Союза Советских Социалистических Республик может добровольно выйти из Советского Союза. Вопросы? Вопросы, я тебя спрашиваю. Что незаконно Украина сделана? Отсоединилась от России. От какой России отсоединилась? От Советского Союза. Я тебе еще раз говорю. 72-я статья Конституции СССР гласит о том, что любой участник Союза Советских Социалистических Республик может свободно покинуть этот Союз. Ясно, но сделано было, что это не по правилам. Блин, ты их гонишь или что? Я понимаю, что ты водитель. Я тебя еще раз повторяю. Конституция... Ты мне скажи, кто подписывал, блядь. 12-го июня. А почему он 12-го июня? Что там, что произошло? Что там, что произошло? А произошло то, что вы приняли суверенитет. Вы первые заявили о своей независимости в Советском Союзе. Вы первые об этом заявили. А ты мне что-то про Украину рассказываешь. Как так получилось? Как так получилось? Короче, я тебе скажу так. Заберем мы Украину, себе обратно. Поляки, может, что-то вручут там. Слушай, знаешь, как говорят? Хорошая мина при плохой игре. Ты можешь сейчас тут рассказывать все угодно. Только почему-то ваши пацаны, которые сейчас вот там на передке, они уже так не думают. И вот эти пленные, вот эти пленные, которые у нас сейчас пачками показывают. Ты видел, сколько сейчас пленных показывают пачками? Ты же говоришь, что там что-то пошло со стороны Украины. Я не знаю. Может, что-то и пошло. Сейчас я тебе покажу. Я ж надеюсь, ты меня не забанишь, нет? Давай, показывай. Не забанишь? Не забанишь? Или хочешь забанить? Или хочешь забанить? Да показывай, говорю, что ты там за дюхой забанишься. Смотри. Смотри. Один. Один. И все, всех убили, да? Я чувака Вагнер, шел осознанно убивать. Украинцев и освобождать Украину от нацистов. Но 93-я механизированная... Ну и все, смысл, все-то не покажешь. Я тебе говорю, что сейчас пачками берут. Пачками берут. Ну, а ваших не берут. Опять ты, слушай, ты понимаешь, у тебя манера развода. А ваших не берут. Ну, а ты так говоришь, что, блядь, ты так раз преподаешь свои эти новости, да, как будто, блядь, у вас все охуя, а у нас, блядь, все печально. А что ты занервничал? Что ты матюкаться начал? Я не нервничал. Ну, я так раз говорю, я водитель, если ты говорил. Ну, да, я понял. Ясно. Ладно, давай водитель. Ты не можешь сказать моего языка. Давай. Давай.